ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Красивые смеси, очень красивая композиция, необычная, очень много смыслов и очень много всяких знаков. Шутливый, с маникюром. Или серьезный, поднимающий в архивах сведения о Пугачевском восстании. Создатель современного русского языка. Показать наше все и его эпоху с разных сторон – главная цель выставки. Как писала Марина Цветаева, мой Пушкин. Это был ее Пушкин. А у каждого есть свой Пушкин. Для кого-то он очень родной. Я, например, когда приезжаю в Михайловское, там для меня совершенно другой Пушкин. Я приезжаю в Болдино, он по-другому открывается. Здесь он мне более родной. Выставка «Пушкинская эпоха» в музее-заповеднике открылась в рамках акции «Ночь музеев», приурочена к юбилею Александра Сергеевича. В этом году ему исполняется 225 лет. В новом сезоне эта экспозиция – первая под открытым небом. Многие работы писались специально под нее. Эти работы многие отбирались, а многие писались именно для выставки. Находясь в этих местах, всегда вдохновляешься этой энергетикой. То есть природа, живописность и исключительность энергии этих мест, она дает ключ к творчеству. Они приходили в госпиталь с цветами, либо они были в бутоньерке, либо они были в руках. И эти цветы заглушали запах, который был в госпитале. Сострадать и протягивать руку тем, кто нуждается в помощи Елизавета Федоровна учила племянников супруга. Родных детей у них не было. В этом году исполняется 160 лет со дня ее рождения. Немецкая девочка, которая выросла в Германии, которая получила великолепное образование, сумела так полюбить Россию, что даже стала святой. С лекции о великой княгине началась ночь музеев. В Одинцово продолжилась уже на улице. Тополь, Виллис, противосколочный колпак. Мимо экспозиции боевой техники проезжали и проходили многие. Но времени задуматься об их исторической ценности, как правило, не было. Вот эти самые БТР и БМП очень долго в Соединенных Штатах не разнились, как разные боевые единицы. Тема «Хороша ночь музеев» позволяет остановиться и посмотреть по-новым, но уже привычные вещи. Олег Тимофеев с дочерью Екатериной живут в Одинцово, но признаются – в музее впервые. Поэтому и впечатлений много. Мне запомнилось интересные танки, какие тут есть, которые использовали в войне. Да, Т-80 – это действительно очень интересный образец. Турбинный двигатель, которым он оснащен, позволяет ему передвигаться со скоростью 70-80 км в час. Это очень быстро. Акция «Ночь музеев», как это ни парадоксально, появилась благодаря Международному дню музеев. Он отмечается 18 мая. Музейщики говорят, это их профессиональный праздник, который они разделяют со всеми посетителями. Не обидно, потому что лучший подарок – это аншлаг в выставочных залах. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.